если вы еще не выбрали рецепт пасхального кулича тогда я советую попробовать мой потому что он не требует особых усилий всегда получается а результат превзойдет ваши ожидания итак для теста нам понадобится 10 куриных желтков 375 грамм масла 250 грамм сметаны 600 грамм сахара 600 миллилитров молока цедра 2 лимонов и 1 апельсина 80 грамм изюма полтора килограмма муки и 42 грамма сухих дрожжей из пакетика приготовим опару в половине стакана теплого молока смешайте пол чайной ложки муки пол чайной ложки сахара и все дрожжи накройте пленкой и отправьте в теплое место примерно на полчаса выберите большую кастрюлю в которой будет подходить ваше тесто и сразу в ней смешайте все ингредиенты желательно чтобы они были комнатной температуры это поможет дрожжам быстрее активироваться этот кулич требует минимум ваших усилий потому смело можете использовать миксер замесе чтобы облегчить себе работу как говорится все гениальное просто масса получится пышная и кремообразная в нее добавляю молоко комнатной температуры теперь осталось частями ввести просеянную муку тесто стало тяжело вымешивать лопаткой потому я перейду к ручному замесу к тому же дрожжевое тесто любит тепло рук советую его вымешивать не меньше десяти минут обвернув кастрюлю пленкой и укутав ее одеялом оставляю тесто отдохнуть на всю ночь при комнатной температуре изюм и вишню заливаю водой и оставляю примерно на 30 минут чтобы сухофрукты расправились этот пункт если хотите можете пропустить на вкус кулича это не повлияет форму для выпечки застилаю пергаментной бумагой из нее же формирует цилиндр по высоте больше чем форма в которой собираюсь выпекать и делаю ее немного захлест теперь осталось ее смазать маслом советую вам сразу приклеить маслом бумагу к форме чтобы она не ерлала за руками пришло время изюма откидываю его на кухонное полотенце чтобы она впитала в себя лишнюю влагу чтобы сухофрукты равномерно распределились по высоте кулича и не опали на дно во время выпечки пересыпаю их мукой осталось вмешать сюда изюм и можно раскладывать форму форму заполняю на глаз примерно наполовину и нужно чтобы она еще раз взошло потому отправляю форму в теплое место примерно на полчаса а выпекать будут при 180 градусах пока не подрумянится шапочка если у вас нет разъемной формы скрестите две полоски из пергаментной бумаги и застелите ими дно потом вам будет легче вытягивать кулич потянув их за края после того как кулич испечется он будет воздушным и мягким потому остывать он должен на боку чтобы не искривиться от собственного веса не забудьте периодически поворачивать его чтобы бока не стали плоскими пока остывают куличи приготовим глазурь взбейте 110 грамм сахарной пудры 2 белка добавьте несколько капель лимонного сока это поможет глазури быстрее высохнуть и наше украшение не будет с нее стекать в вопросах декорирования куличей не ограничивайте свою фантазию я в качестве посыпки взяла разноцветные сухофрукты с минимальными затратами ваших сил и времени вы сможете приготовить вот такие красивые а главное вкусные и ароматные куличи давайте разрежем один из них видите тесто равномерно пропеклось и не подгорело осталось мягким сдобным и приятно пахнет цитрусами подписывайся на канал и готовь вкусно оставляй комментарии внизу под видео ставь пальчик вверх вот так и приятного всем аппетита аппетита а